Новое жёлтое здание – это офис врача общей практики, так называемый ВОП. В течение месяца его должны зарегистрировать и оснастить медицинским оборудованием. Коммуникации уже подключены. Сельский фельдшер уже сегодня переезжает в новый кабинет. А 25 июля в Измайловку приедет и новый врач. Её пригласили из другого города. Скажу честно, что нам тоже, чтобы, в общем-то, укомплектовать хорошими кадрами в городе, нам пришлось выделить 240 квартир муниципальных и пригласить врачей. Вот это четвёртая, восьмая больница, девятая была детская. Там все работают очень классные врачи. Но всем мы им дали квартиры. Поэтому то, что пригласили из другого региона, это тоже правильно, потому что своих у нас врачей нет. К сожалению. Обновиться и сельский дом культуры. Помочь в этом вопросе мэра попросила председатель местного ТОСа. Как стало известно, этим летом будет утверждён проект и его экспертиза. А уже в следующем году за дело возьмутся строители. Министерство культуры края подтвердило, что объект включат в программу софинансирования. По краевой программе помогут и с газификацией села. На эти цели направят 75 миллионов рублей. По утверждённому графику строительство сетей начнут в 2021 году. В нынешнем разработают проект. Также селянам напомнили о необходимости бороться с коричнево-мраморным клопом. Чем можно победить это насекомое и в то же время не навредить урожаю, рассказано в специальной памятке. Её разместили на сельской доске объявлений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok